Друзья, я всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал ОМАРКЕТС, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента и конкретные торговые сигналы рекомендаций. Ну что ж, в новой неделе мы снова следим за тем, что происходит с долларом, за перспективами американской валюты в свете публикации последних макроэкономических данных и, конечно же, продолжающихся спекуляциях относительно того, что же будет на заседании в ноябре. Уже до него остается две недели и сейчас каждый отчет это аргумент либо за, либо против того, чтобы ФРС начал корректировать проводимую активную и беспрецедентную по экономическим стимулам монетарную политику. Этот вопрос, друзья, меня тоже очень заботит. Я каждую неделю, фактически каждый день с вами обсуждаю, когда же наступит тот самый момент, когда у ФРС будет достаточно водных, чтобы принять решение по снижению тех стимулов, сокращению этих стимулов, которые действуют. Но сейчас лагерь трейдеров по-прежнему 50% за то, что время уже пришло и 50% за то, что еще нет. И я долгосрочно ориентировал вас на то, что индекс доллара очень хороший инструмент, чтобы держать пока что его в шортах, потому что это тот самый актив, который позволяет работать на валютном рынке без какой-либо своповой нагрузки. То есть в этом инструменте вы не платите слабой. И даже торгуя им в дистанции в несколько месяцев, вы не будете сталкиваться с какими-то дополнительными ненужными издержками. Самое главное здесь зрить в корень, видеть системные факторы. И если вы разделяете такую же точку зрения, как и я, то сейчас индекс доллара это все равно тот актив, который лучше продавать. Да, мы откажемся от этой идеи только после того, как ФРС просигнализирует о том, что пришло время лишать экономику тех безумных денег, которые в нее продолжают заливать. И при самом оптимистичном сценарии это может произойти только лишь в конце этого года. Сегодня, друзья, напоминаю, в нашем канале Телеграм пройдет очередной голосовой стрим. И по старой доброй традиции в течение дня я предложу вам также в этом канале несколько тем на выбор. То есть мы можем обсудить доллар, мы можем обсудить какой-нибудь другой актив, не только рынка Форекс, может быть, вас интересует фондовый рынок. В общем, несколько тем будет. Выбирайте, голосуйте и, как и всегда, готов пойти вам навстречу и разобрать именно тот новостной топик, скажем так, который представляет интерес для вас. По поводу других финансовых активов рынок нефти продолжает удивлять. Я не думаю, что сегодня у меня будет причина, возможность говорить о ценах выше 85 долларов за баррель. Это, конечно же, инструмент бренда. Ну, если вы делаете больше акцент на WTI, ничего страшного. В принципе, корреляция между этими активами стопроцентная. И озвучивая фон, идею фундаментальную по бренду, ее можно накидывать на то, что происходит и с WTI. 8 недель роста подряд. Это практически рекорд за последние несколько десятков лет. WTI, кстати, торгуется на многолетних максимумах, на максимумах с 2008 года бренд скоро тоже обновит эти максимумы, особенно при таком устойчивом тренде. Была рекомендация ранее ждать бренда в районе 85 долларов за баррель. Те из вас, друзья, кто к ней прислушался, я вас с этим поздравляю, потому что эта сделка принесла очень хороший профит. Но, судя по тому, как чувствуют себя покупатели сейчас, это точно не предел их возможностей. Я почти уверен, что мы дальше будем следить за отработкой прогнозов в сети Бэнкоп Америка и ряда других инвестбанков, которые ставили на 90, 95 и даже 100 долларов за баррель. Сразу хочется вспомнить очень давнюю статью Bloomberg относительно начавшегося еще примерно 7-8 месяцев назад суперцикла роста цен на нефть. Но раньше я не думал, что бренд действительно получит повод для того, чтобы забраться так высоко. Почему растем? Потому что топливный глобальный энергетический кризис – это тема номер один, номер два и номер три. Особенно сейчас она актуальна, когда только начинается зимний отопительный сезон. Среди основных факторов поддержки для бренда в последние несколько торговых сессий – это прогноз доклад Международного энергетического агентства. Эксперты этого института пересмотрели прогноз роста спроса на нефть на 170 тысяч баррелей в сутки до конца этого года. 210 тысяч плюсом в рамках 2022 года. Я считаю, что этот доклад и в целом оценка Международного энергетического агентства – это самая объективная, самая непредвзятая и самая точная цифра, на которую стоит ориентироваться. То есть неоднократно мы уже касались мнения экспертов Международного энергетического агентства, и они оказывались правы. Сейчас спрос на нефть действительно растет, и причем основная причина – это дефицит газа, дефицит угля, которые ранее спровоцировали безумный рост цен на соответствующие сырьевые активы. Но я абсолютно согласен, что при сохранении текущей тенденции мы далее будем наблюдать за масштабным переходом электростанций, промышленных предприятий на альтернативные источники генерации электроэнергии. Это прежде всего нефть. И сейчас общий глобальный новостной фонд позволяет нам точно сказать, что нет абсолютно ни одного фактора, из-за которого можно было бы сейчас взять и поставить на снижение цен на нефть. Ну, может быть, только лишь какие-то технические, водные, из-за того, что нефть очень высоко забралась. По фундаменту, может быть, если только будет восстановлена ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном. Вроде бы как переговоры должны начаться на этой неделе, но не знаю, насколько там будут конструктивными эти переговоры, будут ли общие знаменатели найдены и будет ли сделка, которая позволит на глобальный рынок вернуться иранским производителям. Это только лишь пока ожидания и предположения. Как бы ни пытались сейчас продавцы перехватить инициативу, им не удается, друзья. Поэтому давайте не будем выдумывать новостной фонд, из-за которого нефть стоило бы шортить. Пока что тренд остается восходящим. Лично я выхожу из этого актива. Если Вы будете рисковать дальше, считайте, что в целом фундамент на Вашей стороне, и я Вас поддерживаю, друзья. Потому что риск – это благородное дело. По остальным активам – золото и евро. Вот в связке рассматривайте два актива, потому что мне кажется, что из-за тех движений, которые пошли в последние торговые сессии, эти инструменты лучше оставить в покое. Есть другие активы, на которые мы обращаем не меньше внимания. Фунт я Вам обещал сделку на покупку. И в целом считаю, что даже сейчас, открыв лонг, эта сделка принесет хорошую прибыль. Потому что фунт даже на контрасте с прочими рисковыми активами смотрится в более выгодном свете. Потому что британский регулятор вот-вот повысит процентную ставку. Белли, который возглавляет Банк Англии, очередное интервью в это воскресенье, фактически ему несколько часов, анонсировал, пока что словесно, вербально, что при текущем новостном фоне, при сохраняющихся дальнейших рисках еще большего роста инфляции, он будет поддерживать идею того, чтобы Банк Англии стал следующим регулятором, который пойдет на повышение процентной ставки. Я считаю, что в этом есть какое-то зерно истины. И в целом считаю, что Банк Англии действительно будет следующим. Поэтому долгосрочная сделка в лонг, жаль, что не решился на открытие лонга ранее. Но что уж поделать, ранее мы работали с другими активами, которых смогли заработать. Сейчас, если фунт вам интересен, считайте, что евро и фунт, вот две валютные пары, евро, доллар и фунду, лучше сейчас сделать ставку на британскую валюту. Также мы следим за американским фондовым рынком, рекомендовал его покупать, и он активно растет, 4456 пунктов. Ждем 4500 и выше вообще нового исторического максимума. По крайней мере, в ближайшие две недели мы будем следить за продолжающимся сизотом квартальных отчетов. Из 100 компаний, которые уже отчитались, 80% из них, их результаты превзошли ожидания прогнозов экспертов. Мой опыт позволяет предположить, что при таком неплохом старте, скорее всего, так дело пойдет и дальше. Поэтому не вижу каких-либо негативных факторов, из-за которых сейчас стоило бы дождаться какого-то провального отчета отдельно взятой компании, отдельно взятого сектора, и фондовый рынок полетит вниз. Мы не говорим о кризисе Эвергранда, потому что это тоже подвешенный вопрос, риск еще сохраняется, но он пока не реализовывается. И все еще актуальная тема относительно того, что в ноябре ФРС может, друзья, и не свернуть экономические стимулы. И если это так, то до конца этого года мы будем наблюдать за тем, что S&P, NASDAQ и Dow Jones уйдут на новые максимумы. Пока что краткосрочная и среднесрочная сделка – это сохраняющийся лонг. Доллар канадец, но я думаю, что здесь сразу понятно, что раз ставка на дальнейший рост рынка нефти, то по канадцу тоже укрепление. 1,2395 сейчас котировки, цель 1,22-1,23 на ближайшие несколько недель. Обычно это не супер волатильная валютная пара. Сейчас фон располагает тому, чтобы ее шортить, тоже мало или практически отсутствие полных аргументов, чтобы действовать обратно. Работаем по тренду, пара уже потеряла больше полтысячи пунктов, и ничего не стоит пройти еще фигуру, может быть, с небольшим. И австралиец, цель 0,75, сейчас котировки 0,74. На этой неделе отменяется локдаун в еще одном крупном городе, в Мельбурне, это второе по численности населения, на 5 недель раньше ранее обозначенного срока. Очень хорошее задело именно на то, чтобы до конца года попробовать за счет восстановления экономической активности вернуться хоть к каким-то нормальным показателям роста. Также, друзья, на этой неделе должны быть новости о том, что Китай все-таки разрешит поставки австралийского угля, которые ранее были ограничены из-за политических разногласий. Если такое решение будет принято, то, соответственно, быть австралийцу гораздо дороже текущих значений. Ну что ж, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошей торговой недели. Не забывайте, что сегодня в 16.00 по московскому времени у нас будет стрим и еще, соответственно, наш традиционный вебинар «Правильный понедельник». Всем пока!